После пожара, который случился зимой этого года, подстанция Первомайский химпром полностью вышла из строя. Близлежащие четыре села фактически остались без света и тепла. Самая большая беда у нас была в этой зиме. Когда-то было минус 30 на улице и в 9 часов вечера взорвалась эта подстанция. Когда больше нагрузка. Вот каждый год в пределах двух-трех суток Бишкины оставались без света. Мы вовремя развернули пункты обогрева, вовремя поставили буржуйки, приготовили необходимый запас пищи, чая, всего необходимого. Благодаря слаженным действиям и главы районной администрации Мураева Игоревна Владимировича, и депутатского корпуса, и органов местного самоуправления, это было сделано. По оценкам специалистов, подстанция Первомайский химпром восстановлению не подлежала. Чтобы у местных жителей при каждом включении одного электроприбора не выключался другой, было решено воздушную линию электропередач подключить к подстанции Комсомольская. Ремонтные работы стартовали в июне, потратили на них более 5,5 миллионов гривен. За это время, рассказывают эксперты, сделано немало. Районная администрация тут помогала нам с выбором земельного участка для прохождения линий 6 киловольт. Выполняли мы, ну, нашли подрядчика, проектную организацию, которая выполнила проект. Параллельно все, как говорится, делали. Построили линию порядка 12 километров. Помог решить проблему энергообеспечения глава Змеевского района Евгений Мураев. Он добился включения этого проекта в инвестиционный план Минэнерго на текущий год. Сегодня новую линию электропередач ввели в эксплуатацию. Сегодня мы полностью обеспечили 4 населенных пунктов качественной услугой по электроснабжению и заложили мощный базис для развития нашего национального парка. Я думаю, что это будет служить и развитию туризма. А самое главное, что люди больше не будут сталкиваться с проблемой низкого напряжения. Все электроприборы будут работать в штатном режиме. И это значительно улучшит качество жизни каждого человека. На этом работы не заканчиваются. В ближайших планах Евгения Мураева продолжение строительства линии электропередач на территории туристической зоны района Лиманского сельсовета. Юлия Черная, Виталий Осьмачко, Медиагруппа «Объектив».